Привет! 25 августа 1991 года в свет появилось Unix-подобное ядро под названием Linux, которое создал программист и хакер, а на то время обычный студент Ирину Сторвальц. Да, того самого, который осмелился публично показать средний палец компании Nvidia за закрытость исходного кода драйверов. А началось всё с книги проектирования и реализации операционных систем Эндрю Доненбаума, в которой автор рассказывал о собственной ОС Minix, которая была создана для обучения студентов Unix и без проблем могла запускаться на очень слабых компьютерах того времени. Но Линусу не нравился принцип работы Minix. Система имела свои ошибки и некоторые недочёты. И позже он решил написать свою систему с нуля. Более подробно написано в его авторской книге Just for Fun. Вполне себе классная книга, я читал и вам советую. А 17 сентября 1991 года были выложены исходные коды Linux. Линус не хотел называть систему в честь себя. Поначалу он называл систему как Freaks, которая переводится на русский как фрики, чудаки. Но это не понравилось преподавателю института, который и разместил ОС на институтском файловом сервере, в котором Linux учился. И преподаватель просто создал папку с названием Linux. Как я уже говорил, сама ОС абсолютно открыта в плане исходного кода, и абсолютно каждый может посмотреть её код или собрать собственный дистрибутив. Благодаря ядру Linux появилось множество популярных дистрибутивов, появилась система Android и по сути повлияла на рынок смартфонов в целом. Система стала основой для суперкомпьютеров и серверов. Также распространение системы, пусть конечно малое, но получил и рынок персональных компьютеров. И вот, прошло 30 лет с момента создания данного ядра и у меня возникла идея. Почему бы не посмотреть на первой версии четырёх различных дистрибутивов? Ubuntu, Mint, Mandriva и Manjara. Я понимаю, что есть огромное количество различных дистрибутивов, будь то Fedora, Arch и так далее, но я решил посмотреть именно их. Поэтому, прошу меня простить, если что. Первый дистрибутив будет Ubuntu 4.10. Первая версия Ubuntu вышла в октябре 2004 года под кодовым именем VertiWashho, или же по-русски «Будительный Бородавочник». Изначально ЭТОС была просто надстройка над ещё одним популярным дистрибутивом тех лет – Debian. Первая версия Ubuntu нумеруется не как 1.0, как вы можете подумать, а сразу 4.10. Первое число до точки обозначает год выхода системы, а второе – ему месяц. То есть, 4.10 – это версия, сделанная в октябре 2004 года. Такой способ нумерации версии до сих пор спокойно используется. Релизы данной системы выходят раз в полгода – в апреле и в октябре. Установщик здесь стандартный, псевдографического формата. Для установки дистрибутива я выбрал английский язык, так как при выборе русского мало того, что система отчасти начинает писать как азябрами, так ещё и в некоторых местах работает некорректно. После установки нас встречает среда рабочего стола GNOME версии 2.8. Сама система в комплекте содержит не так много приложений, как сейчас, но здесь имеется полноценный офисный пакет OpenOffice, графический редактор GIMP, стандартный набор игр среды GNOME, браузер Firefox версии 0.9, ARC-клиент, файловый менеджер, интернет-мессенджер-гейм, программа просмотра почты Evolution и видеопроигрыватель Totem. Также здесь присутствует несколько стандартных тем из оболочки GNOME и два почти одинаковых фона рабочего стола с надписью Ubuntu. В 2010 году Ubuntu обзвелась собственной оболочкой Unity, но в 2016 году её разработка прекращается и система обратно переходит на оболочку GNOME. А как выглядит Ubuntu сейчас? В 2021 году Ubuntu до сих пор выпускается и до сих пор работает на GNOME. Появился собственный пакетный репозиторий и версии системы с длинным сроком поддержки. Совсем скоро уже выходит версия 21.10 LTS. Следующий дистрибутив – это Linux Mint. Первая бета-версия появилась в мае 2006 года под кодовым названием ADA. Целью проекта является предоставление современной, элегантной и удобной операционной системы, которая одновременно является мощной и простой в использовании. Основан данный дистрибутив на Ubuntu и Debian, о чём нам немного подсказывает логотип загрузчики и слово Ubuntu в имени пользователя. После вставки образа загружается не установщик, а сразу сама система, т.е. LiveCD. А в LiveCD уже есть установщик, который выглядит ну совсем простенько. Ты просто сам указываешь установщику пути для установки системы и настройки загрузчика. Оболочкой данной системы является KDE версии 3.5.4, которая с помощью необычной темы слегка похожа на Windows, в плане окон так точно. В комплекте из графических редакторов имеется всё тот же GIMP, но к нему уже имеется программа Крит от KDE. Так же есть музыкальный плеер Amarok, видеоплеер KMPlayer и браузер Firefox версии 1.5.0. Впрочем, здесь очень много фирменного софта от KDE на различные случаи жизни, будь то написание документа и просмотр PDF, или выполнение команд в терминале и чтение электронной почты. KDE имеет простой интерфейс и он лёгок в настройке, что в принципе даже классно. Как выглядит Linux Mint сейчас? В 2021 году Linux Mint имеет собственную оболочку Cinnamon, которая продолжает проект Gnome 2, имеет огромное количество поклонников и целое сообщество энтузиастов в различных странах. Сейчас Linux Mint предоставляет полную поддержку разнообразных форматов мультимедиа, включает в себя некоторые проприетарные программы и поставляется в комплекте с обширным набором приложений с открытым исходным кодом. Дистрибутив обновляется до сих пор и последняя версия вышла на момент снятия данного видео совсем недавно, в июле 2021 года. Следующий дистрибутив называется Linux Mandrava. Ранее он имел название Linux Mandrave. Здесь мы рассмотрим две версии. Самую первую версию, которая имеет нумерацию 5.1 и версию 9.2. Версия 5.1 вышла 23 июля 1998 года и она считается самой первой версией данного дистрибутива, несмотря на необычную для неё нумерацию. Данный дистрибутив основан на RedHat. Что ж, загружаемся с диска и видим вот такое загрузочное меню, которое содержит множество вариантов ответа. В нашем случае мы ставим систему с нуля, поэтому просто жмём Enter и ждём загрузки ядра. Нас встречает псевдографический установщик. Установка почти стандартная. Выбор языка, раскладки, выбор источника установки, разметка и форматирование диска. А после этого начинается, как по мне, самое интересное – выбор компонентов. После выбора компонентов идёт обычное копирование файлов и настройка пакетов. После него же идёт настойка видеоадаптера и разных устройств. Лично мне нравится такое внимание к деталям. После такой длинной установки нас встречает сбоку ASCII ArtPingBee на синем фоне, ASCII надпись Linux и терминал. Всё! В комплекте с системой идёт первая версия KDE, но, к сожалению, у меня она не запускается. Как и на VirtualBox, как и на VMware, как и на 86Box, результат один и тот же – не запускается и просто выдаёт чёрный экран. Увы. Теперь пришло время перейти к версии 9.2, которая вышла в октябре 2003 года. Здесь уже всё куда красивее. Всё установка сделана полностью в графическом формате. Слева находится количество этапов, которые вы будете проходить до и после установки. Сами этапы почти не изменились. Выбор типа мыши, раскладки, языка. Но к ним добавились такие этапы, как выбор комбинаций при включении раскладки клавиатуры и настройка уровня безопасности в системе. Преобразился этап выбора компонентов. Он стал более понятнее и при наведении на какой-либо пункт в списке система начинает описывать список программ того компонента. После этого идёт копирование файлов, которое сопровождается различными рекламными сообщениями. Почти в конце установки появляется и туговая сводка настроек, которая помогает проверить, всё ли вы указали корректно и, если что-то не так, то сразу же изменить. Программа установки производит завершающее действие и… УРА! Можно перезагружаться! После перезапуска нас встречает мастер первого запуска, который позволяет подготовить компьютер для нового пользователя, настроить тему оболочки KDE и работу клиента электронной почты. А после него нас уже наконец-таки встречает рабочий стол. На английском, но, как по мне, здесь ничего страшного в этом нет. KDE здесь версии 3.1.3. Стандартный набор программ здесь очень скудный, даже нет офисного пакета, но зато есть возможность глубоко настраивать как оболочку, так и системы. Как выглядит Linux Mandriva сейчас? Да никак! Разработка дистрибутива была прекращена в 2012 году, а сама компания-владелец была признана банкротом и ликвидирована в мае 2015 года. Однако некоторые бывшие сотрудники создали в 2010 году форк Mandriva под названием Majea, а просто неравнодушное сообщество с 2013 года развивает проект Open Mandriva LX, и данный проект спокойно дожил до наших дней. Также на основе Linux Mandriva российские разработчики сделали собственный дистрибутив под названием RSA Linux. Кроме обычной версии дистрибутива существовала и корпоративная версия Mandriva Linux Powerpack, которая включала коммерческие программы-модули, но была доступна лишь за определенную плату. Ну и наконец последний дистрибутив — это Linux Mandriva. Первый выпуск состоялся 10 июля 2011 года. Данный дистрибутив основан на Arch Linux, но имеет свой набор репозиториев. Целью создания дистрибутива является дружественность к неопытным пользователям, сохраняя мощность Arch как основы, пакетного менеджера Pacman и возможность совместимости с каталогом репозиторий Arch User Repository. Оболочкой данного дистрибутива здесь является XFCE 4.8.0. По стандарту сразу идет видеоплеер GNOME, текстовый процессор AB Word, браузер Firefox 5, редактор GIMP, файловый менеджер и прочие мелкие приложения из разных оболочек и от разных разработчиков. Установщик системы здесь работает в моем случае крайне странно. После выбора языка и нажатия кнопки «Далее» он вылетает. Как выглядит Linux Manjaro сейчас? Спустя 10 лет после выхода первой версии дистрибутив распространяется не только с рабочим окружением XFCE, но и с GNOME и KDE Plasma. Есть официальная редакция без графического окружения. Сообществом также поддерживаются различные сборки системы, которые содержат другую графическую оболочку. Последняя версия на момент снятия данного видео вышла 14 июля 2021 года. Как итог, я могу сказать, что как по мне идеального дистрибутива Linux не существует. Каждый сам выбирает себе тот дистрибутив, который ему больше всего нравится и вообще по душе. Пусть даже кто-то себе самостоятельно соберет Arch или GENTU, а кто-то просто возьмет Linux Mint в пользование и он будет вполне доволен. Тут выбор остается только за вами и решение исключительно лежит на ваших плечах. Различные баталии по типу «Какой дистрибутив лучше?», как по мне, не имеют смысла. Вы только потратите и время на выяснение вопроса, а может вдобавок к этому потратите и свои нервы. А на этом все. Спасибо за просмотр, надеюсь вам было интересно. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok